ДИАЛОГ Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадио компания Щелкова, программа «Диалог» и я ее ведущий Сергей Дадыка. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию и задавать свои вопросы по телефону 567-1440-567-1450 и код города, естественно, 496. Ну а в гостях у меня сегодня заместитель начальника управления Пенсионного фонда России по Москве и Московской области номер 18 Ирина Александровна Маркосова. Добрый вечер, Ирина Александровна. Я сразу для наших зрителей поясню, что значит такое по Москве и Московской области номер 18. Это объединенное управление, главное управление, которое объединяет и Москву, и область в начислении пенсии. Ну а, соответственно, 18-е управление наше курирует Щелковский район, соответственно, и город Щелково тоже, но и также ближайшие поселения, так скажем, населенные пункты. Это еще и Фрязино, закрытый административно-сердеральное образование «Звездный городок» и городской округ Лосино-Петровский. Так что население это почти три сотни тысяч человек. Ну и, соответственно, первый вопрос, а сколько пенсионеров у нас, у вас в подчинении, так скажем, в вашем ведении? Ну, наше управление обслуживает более 70 тысяч пенсионеров. Пенсионеров, как вы правильно сказали, Щелковского района, Лосино-Петровского, города Фрязино, Звездного городка. Соответственно, эти все пенсионеры находятся у нас на обслуживании, им выплачиваются, начисляются пенсии, производятся перерасчеты, массовые перерасчеты, индивидуальные перерасчеты. Точно так же они обращаются за предоставлением каких-то справок, написанием заявлений и назначением ежемесячных выплат, дополнительных социальных выплат. То есть, вот, вот, все вот это население стоит у нас на обслуживании. Мы с вами встречались в этой студии ровно год назад, как раз говорили о том, что уже год минул, как началась пенсионная реформа. Подводили, да, первые итоги. Первый год реформ, ну вот, сразу напрашивается вопрос, прошло два года сначала пенсионная реформа, что изменилось, ну и, соответственно, что изменилось, опять же, в порядке начисления пенсий в нынешнем году. Да, ну вот, значит, вернемся в 2015 год. С 1 января 2015 года вступило в силу новое пенсионное законодательство, 400-й федеральный закон о страховых пенсиях, закон о накопительной пенсии. И ряд изменений, прошли ряд изменений в закон о государственном пенсионном обеспечении. То есть, сам по себе закон не поменялся, но туда были внесены отдельные положения. И вот в 2015 году, ну, в общем-то, не все пенсионеры прочувствовали какие-либо изменения, только тем, кому эти пенсии назначались. Потому что впервые шло назначение. Назначалось в первый раз, да? Первый, да. Кому шло назначение первично. Кто достиг возраста или появилась права пенсии. Ну, достиг возраста или наступило право в силу каких-то условий. Например, это педагоги, медики, списочники, так называемые, с вредными условиями труда. Вот у них, во-первых, изменилось количество требуемых лет для обычных пенсионеров по старости, по возрасту. То есть, женщин в 55, мужчин в 60 лет. Требуемое количество лет было 6. И, соответственно, требуемое количество баллов 6,6. 6 лет общего стажа? Требуемого страхового стажа для назначения пенсии. То есть, это право. В законе существуют, так называемые, переходные положения. Это вот именно исходя из переходных положений. В конечном результате требуемое количество лет будет 15 и количество баллов 30. Но законодатель определил постепенный переход именно к данным величинам. И вот в 2015 году требуемое количество лет было 6. Требуемое количество баллов 6,6. И в этом году уже 7. Требуемое количество баллов 9. И так далее постепенно будет до 2024 года доводиться до требуемых 15 и 30 баллов. Так вот, те пенсионеры, которые назначали впервые, почувствовали такую, наверное, ответственность и волнение. Потому что пенсионные права у них пересчитывались в баллах как до, сформировавшиеся до 2015 года, так и в 2015 году. И для того, чтобы полноценно уже с 2016 года производить все действия в баллах, подвели так называемую черту. То есть все, что было не учтено по-старому, на 31 декабря 2014 года, все, наверное, пенсионеры почувствовали, что с 1 августа работающие пенсионеры, с 1 августа 2015 года им был произведен перерасчет, так называемое уточнение пенсионных прав. То есть как раз по этой бальной системе, да? Нет, по старой системе. То есть те взносы, нам нужно было подвести черту. Все те взносы, которые не были учтены на 31 декабря 2014 года, в силу определенных обстоятельств, например, при проведении перерасчета или при проведении назначения не вся информация поступила на лицевой счет. И вот на 1 января 2015 года было произведено как раз уточнение пенсионного капитала по тем страховым взносам, которые не вошли либо в назначение, либо в перерасчет пенсии. И с 1 августа 2015 года были выплачены за период, с доплатой за период с 1 января, то есть с 1 января по 31 июля. И все получили, кто работал, у кого не были учтены взносы, то они получили большую прибавку. Ну то есть кто-то тысячу рублей, кто-то полторы тысячи рублей. Ну и здесь люди, наверное, не совсем поняли, что они подумали, что это так и будет ежегодно. Нет. И в этом году существенное произошло. Все разочаровались. Да, все разочаровались. Было очень много звонков. Ну как же так, я же работала. В прошлом году я получила полторы тысячи, в этом году 200 рублей. И мы всем разъясняли, что как раз с 2016 года уже стали действовать другие нормы. Было введено ограничение в перерасчете пенсии с 1 августа, так называемое ограничение по баллам. То есть прибавка пенсии может быть составлять не более 3 баллов. Ну соответственно, у кого больше, у кого меньше. У кого меньше в размере того, что они заработали, а у кого больше, не более 3 баллов. И еще одно нововведение. Опять же, в 2016 году 385-м федеральным законом, который внес изменения в отдельные законодательные акты, в котором было приостановлено действие отдельных статей федерального закона, как раз о чем я в прошлом году и говорила, и предупреждала пенсионеров, о том, что индексация пенсий с 1 февраля 2016 года была произведена только неработающим пенсионерам. Ну а в августе ее вообще не было для всех. Мы сейчас подходим, да, уже так плавно к этому событию? Пока мы говорим, август это другая, это не индексация. Давайте про индексацию еще раз поговорим, что мне задавали вопрос, что как же, если я оставлю работу, в каком размере я получу пенсию. Я об этом уже говорила, да, что все индексы за период работы, если человек оставляет работу, они сохраняются, и размер пенсии выплачивается уже в проиндексированном размере. Но на самом деле индексация производится всем пенсионерам, но на выплату идет размер, не проиндексированный для работающих пенсионеров. И опять же, еще раз уточню, потому что очень много звонков, хочется тоже разъяснить один момент, что те пенсионеры, которые работали на 30 сентября 2015 года, соответственно, с 1 февраля 2016 года они получили непроиндексированный размер. Те пенсионеры, которые уволились в период с 1 октября 2015 года и обратились до 1 февраля 2016 года, им размер пенсии всем был также проиндексировал с февраля. И дальше те пенсионеры, которые обратились после 1 февраля, вот на них уже распространяется порядок перерасчета, то есть с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения, в период обращения по 31 марта 2016 года. С 1 апреля 2016 года также были внесены изменения в федеральный закон о персонифицированном учете. С 1 апреля была введена ежемесячная отчетность для страхователей по работающим и неработающим у них гражданам. Соответственно, с апреля 2016 года приоритет отдавался именно отчетам страхователям. Здесь тоже очень важный момент. И опять же, разъяснение хочется дать еще по следующему моменту. Апрельская отчетность сдается до 10 мая. Если граждане работают в апреле месяце, даже если это один день в апреле, в отчетность до 10 мая они у нас попадают как работающие. Следующая отчетность в мае сдается до 10 июня. Если они увольняются в апреле, значит, как неработающие, они у нас попадают только в отчетность мая. За мае они получат как раз не проиндексированные, потому что они числились как работающие. И вот если они увольняются в апреле, еще раз повторяю, значит, они как неработающие у нас попадают только в отчетность мая до 10 июня. Соответственно, разнесение на лицевые счета у нас производится на следующий месяц. То есть месяц получается в июле, и перерасчет они только получают с августа. То есть никаких возвратов здесь нет. Поэтому многим очень непонятно. Я уже уволилась в апреле, почему мне только пересчитали в августе. Так определил законодатель. То есть закон не имеет обратной силы. То есть если отчетность представлена как неработающая за май в июне, соответственно, перерасчет производится со следующего числа месяца после установления проиндексированного размера. А устанавливается он только после того, как сведения о факте неработы поступят на лицевой счет застрахованного лица. Вот это тоже очень четко нужно понимать. И по поводу, опять же, перерасчета в августе. Он тоже производился, я еще раз сказала, что из расчета не более 3 баллов. Прибавки были несмотря на... 3 балла за год, да? Да, 3 балла это за 2015 год. Не более 3 баллов. И опять же здесь прибавки разные. Разные. Почему? Потому что стоимость коэффициента, вот этого балла так называемого, да, она разная для работающих и неработающих пенсионеров. Для работающих пенсионеров это 71,41, потому что она не проиндексирована с 1 февраля 2016 года. И для неработающих 74,27. Поэтому те, кто работает, получил прибавку 214 рублей, а те, кто не работает, 222 рубля. Не такая уж большая разница. 8 рублей, я думаю, да. Ну, тем не менее. Сложно за этим следить, кто работает, кто не работает. Ну, все-таки хочу подвести к, наверное, главной теме этого года, что не было индексации, второй индексации пенсии в этом году, соответственно, летом, как это было и в прошлом, и за прошлом. Каждый год, естественно. Правительство наше в лице, естественно, председателя правительства объясняет это нехваткой денег, называются суммы какие-то заоблачные, конечно, которые нужно потратить именно на эту одну индексацию по всей стране. И вот нашли такой выход. Это единовременная, то есть отсутствие индексации в 2016 году, и, соответственно, единовременная выплата в 5000 рублей для всех абсолютно в январе будущего года, то есть 2017-го. Вот как это, вы можете прокомментировать, да? Как получить эту выплату? Ну, правильно, вы сказали, что да, в связи с такой сложной экономической ситуацией в стране, с тем уровнем инфляции, который сложился на конец 2015 года, мы знаем, что у нас страховые пенсии индексируются, исходя из сложившегося уровня инфляции. Инфляция была на уровне 13%, при планируемом, скажем так, уровне индексации 8,5%, конечно, данный уровень для бюджета пенсионного фонда был неряльный. Неподъемный, так скажем, да. И принято было такое решение проиндексировать с 1 февраля в размере 4% с последующей доиндексацией. Так было принято. И впоследствии вот это вот положение о доиндексации поменялось на единовременную выплату. То есть внесен законопроект о установлении единовременной выплаты для всех пенсионеров разово в январе 2017 года. Почему именно в размере 5000? Ну, скажем, для того, чтобы легче было посчитать именно саму финансовую составляющую, то есть расходы на финансирование вот этой выплаты. А мы знаем, что и средства массовой информации, то есть это неоднократно озвучилось, что выплата будет произведена более 43 миллионам пенсионеров в стране. То есть всем абсолютно. Всем, да, пенсионерам. И на это нужно порядка 200 миллиардов. Суммы, конечно, большие, но тем не менее. Правительство заявляет о том, что свои обязательства перед гражданами, оно выполнит, задача поставлена, и поэтому все, что запланировано, должно быть осуществлено. То есть на ближайшем заседании новой уже Государственной Думы будет рассмотрен законопроект о единовременной выплате. Ну и плюс, соответственно, обещают нам индексацию в феврале будущего года. Да, и с последующим восстановлением, скажем так, индексации уже в полном объеме. То есть так, как и было установлено законодательством ранее. То есть исходя из уровня инфляции, сложившегося на конец года, и государственной пенсии, исходя из роста прожиточного минимума, также сложившегося на конец года. Ну вот если говорить, опять же, о размерах, так скажем, абсолютных, абсолютных размерах пенсии и этой индексации, сегодня мы решили провести некий такой блиц-опрос. У нас в Щелкове вышли с оператором и спрашивали пенсионеров, видно, кто уже в возрасте, да, насколько они довольны своей пенсией, и, соответственно, как они относятся к тому, что пенсию не повысили, как обычно говорят, да, слово индексация не все знают, пенсию не повысили летом, ну вот зато в январе будущего года сразу 5 тысяч получат. Давайте посмотрим, что нам отвечали, а потом попробуем это прокомментировать. Ну, как же довольна, ну где, за квартиру заплатишь, за лекарства, вот и вся пенсия. Нет, недовольна. Ну, что, это 5 тысяч на рынок даже не пойдешь с этими 5 тысячами. Умеем жить, живем, дышим, как святой повелел. Доживаем свой век, слава Богу. Ну, пенсии, конечно, маловато, конечно, надо, как вот, если обещают два раза повысить, значит, надо повышать. Прочитала в интернете 5,8 процентов, там даже не 6, 5,8. Это при том, что цены выросли, вот полтора-два раза смотришь. Это просто, понимаете, бессовестное правительство. Просто к правительству, не к нам. С нашей российской пенсией, можно сказать, можно только существовать. Что такое 5 тысяч? На сегодняшний день наше государство, которое имеет все природные ресурсы, и народ русский, наш, российский, живет, и имеет такую пенсию, это позор. Ну, вот, тем не менее, глава пенсионного фонда России Антон Дроздов считает, что многие пенсионеры даже выиграют от этого, я имею в виду, от единовременной выплаты в 5 тысяч. Ну, особенно это касается тех, у кого пенсия маленькая, ниже 10 тысяч, ну, или в районе 10. То есть, они получат в итоге больше, чем если бы получили, если бы индексировали пенсию. Ну, соответственно, другие проиграют, наверное, да? Да, вот это вот выиграли, не выиграли, конечно, здесь, наверное, немножко не совсем так корректно, но, конечно, у кого маленькая пенсия, 5 тысяч, это, конечно, большое подспорье. Те люди, которые привыкли жить, в общем-то, и получать пенсию, и работать, ну, естественно, сумма в 5 тысяч, конечно, их не очень устраивает. Поэтому здесь, в общем-то, угодить, наверное, всем нельзя. У нас, понятно, как правильно сказали, у нас не очень высокие пенсии, но правительство, я так думаю, что делает все возможное для того, чтобы все-таки стремиться к тому, чтобы уровень как раз замещаемого заработка в размере как раз пенсионных выплат год от года все-таки увеличивался. Мы это видим на примере, скажем, период начала пенсионной реформы до сегодняшнего дня. Существенный рост пенсии, если смотреть именно в процентах, конечно, прирост существенный. Понятно, что экономическая ситуация и рост цен, они, ну, где-то нивелировали, да, вот это вот увеличение этой пенсии, немножко принизили именно сам размер, да, но я думаю, что все-таки наше государство выйдет спокойно из кризисных времен и мы будем все-таки получать достойные пенсии. Возвращаясь к этому сюжету, то, что не попало, так скажем, в кадр, одна женщина, которая спросила, как она относится к этой единовременной выплате, сказала, меня это не касается, я получаю военную пенсию. Действительно так, да, вот все военные пенсионеры не получат этого, да? Вы знаете, законопроект еще внесен, вот именно по военным пенсионерам, я бы сейчас, наверное, воздержалась комментировать, потому что это особая категория, которая все-таки, наверное, должна набраться терпения и подождать все-таки в конечном итоге. Если это озвучено действительно было для всех категорий пенсионеров, а не только, значит, получат все категории пенсионеров, вне зависимости, военный это пенсионер или гражданский пенсионер. У нас же военные пенсионеры получают еще и гражданские пенсии, они также являются и гражданскими пенсионерами. Пока речь идет о пенсионерах пенсионного фонда, именно являющихся пенсионерами по линии пенсионного фонда. По поводу военных пенсионеров, здесь я вот именно получателей чисто военных пенсий по линии силового ведомства, наверное, комментировать не буду, потому что это вопрос не пенсионного фонда. Ну, раз уж зашла речь о военных пенсионерах, ну, вообще о, так скажем, пенсионерах силовых ведомств, не только Министерства обороны, но и других структур силовых, у нас так уж исторически сложилось, что в нашем районе и в тех округах, которые тоже, опять же, курируют ваше управление, достаточно много именно таких военных пенсионеров. И, понятно, не секрет, что многие из них выходят на пенсию значительно раньше установленного государственного срока выхода на пенсию для гражданских лиц. И в 50 лет мужчины уходят, и даже в 45, в зависимости от выслуги лет. Ну, соответственно, еще достаточно такой возраст боевой. И вопрос, что вы сказали, что многие получают гражданскую пенсию, как раз хотелось бы узнать, а в каких случаях военные пенсионеры, кто уже отслужил свое в армии и других, так скажем, структурах, в каких случаях они могут рассчитывать еще и на гражданскую пенсию? Да, у нас военные пенсионеры – это мужчины и женщины зрелого возраста, которые работают после выхода на военную пенсию. И, соответственно, в 2008 году как раз для этой категории был принят отдельный законопроект, который внес изменения также в законодательные акты о праве военных пенсионеров в случае, если они выработали необходимое количество лет страхового стажа, на пенсию, гражданскую так называемую пенсию по линии пенсионного фонда. До 2015 года требуемое количество лет страхового стажа, как и для всех пенсионеров, у них было 5 лет. Единственное отличие у них – пенсия назначалась им без установления фиксированного базового размера. Только страховая часть пенсии, сложившаяся из стажа, заработка и страховых взносов, которые не были учтены в расчете военной пенсии. С 2015 года точно так же, как и для всех остальных пенсионеров, изменились требуемое количество лет и ввелось такое понятие, как требуемое количество баллов. И вот в данном конкретном примере мы видим то, что они могут выработать требуемое количество лет, например, для 2015-го 6, 2016-го 7, но не добрать требуемое количество баллов. Это те, которые выработали прям впритык. И что в таком случае делать надо? В таком случае мы отказываем от назначения пенсии и предлагаем им доработать. Если они продолжают работать, они приспокойно могут доработать, необходимое, недостающее количество лет, требуемое для назначения пенсии. Соответственно, официально, получая зарплату, с которой будут официально начисляться страховые баллы, страховые взносы, которые потом будут пересчитываться в баллы. И соответственно, то, что не хватает баллов и стажа, им будет прибавляться. И требование для выхода на пенсию у них останется неизменным. То есть, если, например, военному пенсионеру исполняется в 2016-м году 60 лет, требуемый стаж у него должен быть 7 лет и необходимое количество баллов 9. Если он не добирает либо баллов, либо стажа, либо и того и другого, соответственно, он их дорабатывает в последующие годы, то для него право остается на 2016-й год, то есть на момент исполнения возраста, дающего право на пенсию. То есть на 60 лет 7 лет и 9 баллов. Ну, то есть свою законную пенсию, которую он должен теоретически получать с 60 лет, да, он будет получать с 62-х. То есть когда доработает вот эти необходимые необходимые годы и, соответственно, баллы. Спасибо, Елена Александровна. Сейчас мы прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с нами. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня заместительный начальник управления Пенсионного фонда России по Москве и Московской области номер 18, Ирина Маркосова. Напоминаю, телефоны 567-1440, 567-1450. Звоните, мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что сегодня в гостях у меня заместитель начальника управления Пенсионного фонда России номер 18 по Москве и Московской области Ирина Мартиросова. Еще раз добрый вечер. Маркосова. Маркосова, простите, Ирина Александровна, что я заторопился. И напоминаю, телефоны прямого эфира нашей студии 567-1440, 567-1450. Вы можете звонить к нам и задавать вопросы моей очаровательной гости. Ирина Александровна, мы начали программу с того, что какие изменения произошли в текущем году, да, в Пенсионном обеспечении наших граждан. Ну, теперь хотелось бы узнать о таких же изменениях, которые произошли, которые касаются выплат материнского капитала. Их тоже, я знаю, достаточно много. Если можно, чуть подробнее. Да, ну, во-первых, с 2016 года вступил в силу федеральный закон, которым внесены изменения как раз в 256-й федеральный закон о дополнительных мерах государственной поддержки семьи, имеющих детей. То есть добавлено еще одно направление средств материнского капитала на приобретение товаров и услуг для интеграции в общество детей-инвалидов. То есть это означает, что с 1 января 2016 года семьи, у которых имеются дети-инвалиды, могут обратиться за возмещением средств, направленных на приобретение товаров, допущенных к распространению на территории Российской Федерации, и услуг, которые были им внесены в индивидуальную программу реабилитации, так называемую программу ИПРА, индивидуальную программу реабилитации и абилитации, которая выдается учреждениями медико-социальной экспертизы. На момент именно приобретения этого товара. Дальше они могут обратиться со своими платежными документами, обратиться в органы социальной защиты, которые проведут обследование приобретенного товара и дадут заключение. После этого они могут обратиться в пенсионный фонд за возмещением затрат. Вот недавно было принято решение, у нас есть уже такая одна семья, которая направила средства на приобретение устройства для инвалидной коляски. А как-то отчитываться нужно, да, потом, после того, как эти деньги получены, именно отчитываться, на что они потрачены? Нет, но здесь они же предоставляют пакет документов определенный, который просматривается в месячный срок, выносится решение, либо отказывается, либо выносится положительное решение. В данном случае было вынесено положительное решение. То есть все документы, которые представлены на возмещение затрат на приобретение данного товара, соответствовали требуемым нормативам. А то есть они сперва покупают, да, что-то реализуют, а потом им просто возмещают эти деньги? Сначала первый шаг они вносят именно в эту индивидуальную программу, они обращаются в АМСЭК для того, чтобы им внесли данное направление, то есть приобретение данного товара или услуги, оказание услуги за счет средств материнского капитала в индивидуальную программу реабилитации. Следующий шаг они приобретают, сохраняя платежные документы, идут в социальную защиту, на обследование. Ну а какая сумма при этом? Какую сумму можно получить? И как долго продлится эта программа? Ну сумма здесь в пределах средств, которыми располагает семья. То есть размер материнского капитала 453 тысячи 26 рублей. Если семья ни на что другое не потратила, а хочет потратить всю сумму, она может направить всю сумму. Может направить частично. Сегодня на одну покупку, через год на другую покупку, или там через несколько месяцев. То есть это в пределах суммы, которая положена данной семье. Такой еще вопрос, Александр. Понятно, что технический прогресс не стоит на месте. От всех требуют электронизации, если можно так выразиться, электронные работы, личные кабинеты в интернете и так далее. Пенсионный фонд идет в ногу со временем? Да, конечно, идет в ногу со временем. Давайте мы еще по материнскому капиталу как раз вернемся. Что еще какое новшество в этом году. Федеральный закон, 181 федеральный закон был принят. О, опять же, единовременный выплат из средств материнского капитала в размере 25 тысяч. Если мы помним, что данные выплаты уже устанавливаются третий раз, устанавливаются они в особо кризисные периоды для поддержания, скажем так, семей, имеющих детей. Если мы помним, это в 2009 году было установлено 12 тысяч единовременной выплаты, в прошлом году 20 тысяч, и в этом году это 25 тысяч. Деньги были направлены на повседневные нужды. Закон был принят в конце июня 2016 года, и очень уже много было обратившихся в конце июня, то есть практически неделю, наверное, на разрыве. Все знали про этот закон, звонили, волновались, узнавали. И с 27 июня мы уже начали прием заявлений, и пенсионный фонд, и многофункциональные центры. А с 29 июня, как раз вот о чем вы сказали, что начался прием заявлений, и как раз в электронном виде, через личный кабинет, через единый портал государственных услуг. Да, пенсионный фонд, правильно вы сказали, идет в ногу со временем, все течет, все меняется, активно продвигаются электронные сервисы, и люди активно начинают ими пользоваться, потому что понимают, что при нашей жизни стояние в очередях и другие сложности, не всегда можно проситься с работы, потому что люди у нас очень загруженные, жизнь очень активная, и не выходя из дома они могут обратиться за получением услуг в электронном виде, практически не выходя из дома. Одна из проблем получения услуг, у нас есть услуги, которые требуют подтверждения личности, в обязательном порядке. Это как раз регистрация в единой системе идентификации, аутентификации данных, так называемой ЕСИА. Были сложности именно с подтверждением подписи, потому что не очень пользовалась эта услуга. А если можно подробнее? Да. Там прямо вот ставишь подпись, и тебя по ней идентифицируют? Вместе меня никто не сможет себя воспользоваться. Регистрируются именно по вашим личным данным, вы можете сами пройти эту услугу, получить в нашем пенсионном фонде, в клиентской службе. Достаточно предъявить паспорт, страховое свидетельство, указать номер телефона, куда придет код именно подтверждения. Вот это так называемое использование простой электронной подписи. То есть пройдя подтверждение личности, вы можете подавать заявление, которое не требует дополнительного подтверждения. Все, вы зарегистрированы. То есть заявление о назначении пенсии, заявление о назначении ежемесячной выплаты, заявление о доставке, распоряжение средств материнского капитала, заявление о выдаче материнского капитала. То есть все те заявления, которые требуют именно подтверждения личности. Поскольку вы подтверждение уже прошли в этой системе, соответственно, заявление можно подавать без дополнительного подтверждения. Не требуется подтверждение. Это предварительная запись, получение каких-то заказ, каких-то документов, получение информации, пенсионный калькулятор, так называемый. На это подтверждение не нужно. Но из-за того, что у нас именно сложности в получении услуг в части личного обращения, то есть, о чем мы говорили, стояние в очередях, это не нужно. Мы активно предлагаем гражданам воспользоваться именно услугой электронного сервиса, личный кабинет гражданина на сайте пенсионного фонда. Ирина Александровна, если можно, давайте закончим эту тему. Вы сказали, единовременная выплата семьям, имеющим детей, 25 тысяч рублей. Это вот всем, у кого есть дети, ну понятно, до 18 лет, да? Всем могут это получить? Нет. Здесь речь идет о конкретной категории граждан, которые уже получили сертификат на материнский капитал. Да, либо приобрели право на его получение, это значит дети, рожденные, вторые, третьи и последующие дети, рожденные по 30 сентября 2016 года. Все. Этот закон имеет ограничение по времени реализации. До 30 ноября 2016 года можно обратиться за единовременной выплатой средств материнского капитала. При условии наличия средств на лицевом счете, именно лица, имеющего сертификат, ну либо в размере остатка. То есть чаще всего там не 25 тысяч, а может быть уже потратили какую-то сумму, значит менее 25 тысяч. Ну тем не менее, все равно им это положено, если они обратятся. Но еще раз повторю, право, если ребенок родился, второй ребенок родился по 30 сентября 2016 года, могут обратиться до 30 ноября. Если дети родились ранее, то есть право уже есть, соответственно, на них тоже распространяется, тоже до 30 ноября срок подачи заявлений такой же. В общем, остается только обратиться к нашим зрителям, сказать, что кто не успел, торопитесь, осталось всего полтора месяца, для того, чтобы получить, в общем, достаточно солидную сумму. Ну и статистику немножко приведу, что уже вот у нас обратилось таких семей за получением единовременной выплаты более 4 тысяч семей. Выплаты произведены... Начиная с июня, да? Начиная с конца, да. Ну, конец июня, начало июля, да. То есть пошел очень большой поток, особенно у нас в июле большое количество было обращений, потому что люди торопились получить эти деньги к 1 сентября. Чаще всего именно на повседневные нужды именно собирали детей в школу или какие-то, тратили на какие-то приобретения именно к школе. Более 4 тысяч семей, еще раз повторюсь, воспользовались средствами материнского капитала, то есть обратились. И более 2,5 тысячам уже произведены выплаты. Общее количество средств перечислено более 63 миллионов. То есть очень большие деньги. Вот вы упомянули услуга, которая, да, оказывается, пенсионный фонд в том числе, да, среди остальных это пенсионный калькулятор, если можно подробнее. Не требуется идентификация личности при этом? Нет, не требуется. Это на сайте пенсионного фонда. Есть замечательный такой сервис, как пенсионный калькулятор, куда любой гражданин может зайти, условно завести параметры своей будущей пенсии для расчета. Стаж, заработок, предполагаемый выход на пенсию, примерная зарплата, примерная дата выхода на пенсию. Например, там можно попробовать задать дату выхода на пенсию, то есть отложенную. То есть не по достижении возраста, дающего право, там 60 лет мужчины, 55 лет женщины, а отложенные права. Новым законодательством как раз предусмотрено существенное поощрение тех граждан, которые отложат выход на пенсию на энное количество лет, так называемыми премиальными коэффициентами. Поэтому как раз пенсионный калькулятор, он дает возможность попробовать и рассчитать свою будущую пенсию. То есть таким образом гражданам дается предоставленная возможность, может быть, каким-то образом изменить свои будущие пенсионные права. То есть это такое вот ненавязчивое, необязательное повышение пенсионного возраста. Можно попробовать для тех, кто, скажем так, хочет предвосхитить, скажем так, в свой выход на пенсию, попробовать, ну, заложить такой параметр, как вот, а сколько же я буду получать, если я пойду не в 60, а в 65 или в 70. Ну, вот я предлагаю посмотреть еще один видеосюжет, тоже такой мини-блиц-опрос на улицах Щелкова уже более молодого поколения, то есть те, кто пенсию не получает, спрашивал я их о том, думают ли они о том, какая у них будет пенсия в будущем, и, соответственно, если думают, то рассчитывают ли они ее вот как раз по этим баллам, да, и так называемому пенсионному калькулятору. Ну, и вот, что нам ответили, давайте посмотрим сюжет. Ну, пока нет, потому что непонятно с этими баллами ничего, потому что какие-то баллы начисляются, даже не знаю. Я думаю, маленькая. А вот вы знаете, что можете сами рассчитать свои пенсии, там по баллам и прочее? Нет, честно говоря, я даже не знаю, не в курсе. Нет, я сейчас сижу с ребенком в декрете, конечно же, этим не занимаюсь пока. Я пока не работаю, поэтому мне сейчас это неинтересно. Там где-то можно на сайте пенсионного фонда. Вы этим не занимаетесь? Нет. Примерно. Минималку. Минималку, как обычно все. Минималку. Нет, я вообще не знаю, будет ли пенсия к тому, когда придет мой пенсионный возраст. Я вот накопительный сделал, открыл в Сбербанке и все. Нет. Надо еще дожить до пенсии. Ну вот, как видим, молодежь и люди среднего возраста, работающие, не очень интересуются, какая у них будет пенсия. А более молодые, что вы скажете? Вот, да, более молодые у нас здесь такая замечательная программа есть, пенсионная грамотность, да, введение именно в основы будущего пенсионного обеспечения. С 2011 года реализуется такая образовательная программа именно повышения пенсионной грамотности среди учащейся молодежи. Учащийся молодежь у нас 9-11 классы школ или учащихся вузов и СУЗов. Потому что именно с этого возраста у многих начинается трудовая деятельность. Соответственно, во всех школах Российской Федерации ежегодно в день пенсионной грамотности, каждый год устанавливается единый день пенсионной грамотности. А это есть какой-то, есть какая-то дата определенная? Ну, он каждый раз меняется. То есть в этом году это было 29 сентября, единый день пенсионной грамотности. Во всех школах Российской Федерации сотрудники пенсионного фонда выходили с открытыми уроками пенсионной грамотности среди старшеклассников. В нашем Щелковском районе такой урок тоже проводился. Проводила его начальник управления нашего Мария Горна-Дюдина и я. В первой школе мы проводили Потапова среди старшеклассников. Рассказывали об основах как раз, с чего начинается формирование пенсионных прав, как правильно формировать пенсию, как правильно понимать это формирование, как участвовать в формировании пенсии, что такое лицевой счет, что такое СНИЛ, для чего он нужен, как проверять, как сопровождать свой лицевой счет, как учитывать, как направлять средства на повышение своих накоплений. Вот об этом всем мы рассказывали на уроке. Ну и какова реакция была, мне интересно, тоже вот как у более старших, да мне это не нужно, мне это пока рано или все-таки какая-то заинтересованность была? Вы знаете, некоторые действительно говорили, что ой, пенсия, ну что это, когда это еще будет? На что я им говорила, что вот ваши мамы, бабушки, дедушки, ну мамы еще, может быть, молодые у этого поколения, еще не пенсионеры, а вот дедушки, бабушки и прабабушки, вот, конечно, они, когда работали, точно их никто и не спрашивал, и никто ничего не предлагал. Они работали, честно выполняли свою работу, и они знали, что положенный минимум от государства они получат, потому что система была, в общем-то, распределительная пенсионная система, и они знали, что выработав определенное количество стажа, зарплаты были практически всех одинаковые, они получат, соответственно, какой-то размер пенсии, да, раньше были понятия и максимальная, и минимальная пенсия, многие сейчас даже задают, а какая у нас сейчас минималка? Вот сейчас у нас нет такого понятия, как максимальная, минимальная пенсия, пенсия сугубо индивидуализирована, то есть зависит от стажа и заработка конкретного человека, даже если работают в одинаковых условиях, одинаковые люди, все равно имеются различия в размере пенсии, потому что возраст может быть разный, даты рождения разные, даже если они с одного года, но один родился в первой половине года, другой во второй половине года, тоже имеет значение, тоже имеет влияние на размер пенсии. И, соответственно, молодым людям на своих уроках я им говорю, что вы, вот ваше поколение, оно счастливое в каком плане? Что вас уже с молоду заставляют об этом задумываться. Не просто задумываться как о неком понятии пенсии, которое неизбежно придет, наступит возраст, то есть человек имеет свойство все-таки стареть, доживать до глубоких седин. И в итоге что вы получите? Задумайтесь об этом сейчас. Есть возможность увеличить этот размер, и мы предлагаем им правильно к этому относиться. То есть работать на белую зарплату, проверять лицевой счет, требовать от работы дателя отчисления взносов на лицевой счет. Не просто внесение в записи в трудовую книжку, как одна девочка задала вопрос, вот мне внесли запись в трудовой книжке, значит ли это, что вот с этого момента у меня идет стаж. Мы говорим нет, мало внести запись в трудовую книжку. Важно, чтобы сведения о вашем стаже отразились на вашем лицевом счете. Большое спасибо, Елена Александровна. Спасибо за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» была заместитель начальника управления Пенсионного фонда России номер 18 по городу Москве и Московской области Ирина Маркосова. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова